А сейчас подошло время нашей еженедельной рубрики «Весна, лето, сезон появления подснежников». Речь в данном случае идет не о цветах, а о новичках в тренажерном зале. Как говорят бывалые спортсмены, определить их легко. Энтузиазма через край, а системности в упражнениях никакой, что часто приводит к травме. Как этого избежать, расскажет мой коллега Альберт Корцаев. Свой первый день в тренажерном зале наверняка помнит каждый спортсмен. Сценарий обычно один и тот же – желание перепробовать упражнения на всех снарядах. В лучшем случае это приводит к болям в мышцах на второй день, в худшем – к травме. Не кидайтесь в омут с головой, советуют силачи. Для начала обратитесь к тренеру, они есть во всех залах. Пусть специалист составит вам программу занятий. Лучше сначала научиться, как правильно делать, примерно понять, в чем состоит система, как это делается. А потом уже потихонечку самому втягиваться и работать. Еще один важный момент. Тренировку всегда надо начинать с разминки. Она может быть разной. Игра в настольный теннис, пробежка, работа с пустым грифом или просто зарядка, как на уроках физкультуры. Цель разминки – разогреть мышцы перед основными упражнениями. После этого даже большие веса кажутся не такими тяжелыми. Количество подходов и повторений лучше подбирать с тренером индивидуально. Подражать другим, а тем более опытным спортсменам – не самая лучшая идея. И напоследок совет от легенды всех силовых видов спорта – железного арни. Любое упражнение надо делать осмысленно, максимально концентрируясь на его выполнении. Я думаю, что ключевая ошибка большинства людей в том, что они идут в зал выполнять движения автоматически. Но они не пытаются мысленно проникнуть внутрь мышцы. И помните, лиха беда начала. Если вы выдержите первые две недели регулярных занятий в зале, тренировки затянут вас и, возможно, станут образом жизни.